Всем большой привет! Меня зовут Наталина и сегодняшнее видео полностью будет посвящено бренду Кали Косметикс. И это видео по вашим запросам, потому что, мне кажется, я почти на все палетки от Кали делала обзоры. У меня нету только их рождественской коллекции, там я вообще ничего не заказывала, но я сводчила эту палетку у знакомой, и как бы она меня не впечатлила. Ладно, давайте по порядку, потому что у нас здесь много достаточно продуктов. У нас здесь с вами 7 матовых помад, 2 блеска для губ, карандаши и 4 палетки, плюс еще подводка и кремовые тени. В общем, нам есть сегодня с вами что обсудить. Итак, моя первая палетка от Кали Косметикс, это была бронзовая палетка. Вот такая вы ее миллион раз видели. Она стоила 42 доллара, и в ней не было зеркала, 9 теней, и, по-моему, бесплатная была доставка у них всегда от 50 долларов по миру. В общем, это одна из моих самых просто любимых палеток вообще из всех, из всех, из всех. То есть, я реально пользуюсь этой палеткой каждый день. Мои здесь любимые оттенки вот эти, вот этот оттенок, который вообще не прижился, по-моему, на американском ютубе. Ну, кстати, уже прошло, наверное, где-то полгода с момента использования этой палетки, и, в общем-то, я могу какие-то свои мысли, ну, точнее, скажем так, сформулировать, чем первое впечатление. Обожаю вот этот вот оттенок, наношу его поверх различных кремовых теней, и мне очень нравится, какой бронзовый цвет здесь получается. В принципе, я использую здесь все оттенки, не очень люблю вот этот, ну, просто это какие-то личные предпочтения. Но, в общем и целом, эта палетка нейтральная, чуть-чуть ближе к теплым, и я ее очень реально люблю на каждый день. То есть, здесь у меня есть, в принципе, все цвета, которые вот я реально использую каждый день. То есть, вот этот чуть-чуть высадить под бровью, для мягкости тушевки нанести потом под бровь, вот этот высадить внутренний уголок, складка затемнить, и там на все подвижные века. Можно сделать смойки, можно, ну, сделать миллион реально каких-то образов. Я реально вот, это самая удобная палетка, я ее всегда беру с собой в поездки, очень неудобно, что нет зеркала. Это, ну, просто провал, но это самая первая палетка бренда. И дальше у них начались различные эксперименты с шиммерами, вот с этими вот текстурами. И, к большому моему сожалению, потому что американский YouTube не понял вот эти вот оттенки, не понял их текстуру. Я их поняла, и мне они очень понравились. Здесь, дальше они стали делать намного более какие-то пигментированные средства, намного более мощные какие-то шиммеры. Но для меня эта палетка остается идеальной. Большой косяк то, что она белая, она вот где-то что-то просыпется, и она вся угвозданная. Вот здесь вот все это стерлось. Но я считаю, что для первой завской вообще они очень хорошо, очень круто поработали над этой палеткой, очень круто ее продумали, и, в общем-то, это одна из моих любимых палеток вообще-вообще из всех, которые у меня есть. Дальше я заказывала палетку Кайли Бургунди. Я давайте, наверное, по продуктам пойду и скажу какие-то свои за, против и свои какие-то личные предпочтения. Вот, в общем, дальше была вот эта вот палетка. Она появилась, по-моему, после выхода Анастасии Байверлихилл с Modern Renaissance, если я ничего не путаю. И это был момент, когда произошло всеобщее сумасшествие по вот этим вот красным оттенкам в тенях, в макияже. Я как-то вот, ну, не знаю, не настолько я люблю прям рыжие оттенки, потому что все-таки вот такому контрасту внешности, как мой, нужны какие-то серо-коричневые оттенки для складки, ну, вот для каких-то таких работ, потому что наносить вот такой оттенок в складку, ну, не всегда это уместно. То есть это совершенно не базовая палетка, она совершенно не на каждый день. То есть это прям вот для специфических образов, таких в очень красной цветовой гамме, в очень золотой. И я думала, что здесь будет офигенский шиммер. Вот этот вот красный, он называется, по-моему, Дубай, если я не ошибаюсь, никто. Вот, это, по-моему, LA, вот этот суперский, очень красивый. Если бы его можно было достать, я бы его обязательно достал. Потрясающий красоты оттенок, очень пигментированный, очень насыщенный. Вот этот вот оттенок, ну, что-то среднее между первой палеткой и вот этим вот оттенком. Но, кстати, почему-то во всех палетках, где есть вот такого плана оттенки, красные, да, очень почему-то сложно добиться их хорошего качества. Я не знаю, с чем это связано. Возможно, какой-то сложный технологический процесс. Ну, короче, не очень они получаются. То есть, у меня нет ни одной палетки, где был бы прям очень красивый, какой-то очень насыщенный красный, сатиновый или металлический оттенок. В общем, это неплохая палетка. Точнее, по качеству она суперская. Но она, мне кажется, для более темного цвета кожи, типа вот как у Кайли, у Ким Кардашьян. В общем-то, это хорошая палетка, если вы носите вот такие вот цвета. Дальше у них выходила аж детская коллекция, которую я пропустила, потому что там были какие-то, ну, не совсем внятные цвета. Как-то я не поняла реально эту рождественскую коллекцию. Все думала, заказать, не заказать. Просто я была несколько разочарована в Бургунде после базовой палетки. Но в Бургунде, как бы это просто мои ожидания были завышены. Я не знаю, с чего я решила, что я такой палеткой смогу украситься каждый день. Дальше рождественская коллекция, ее я не заказывала. И по отзывам это была самая ужасная просто палетка. Просто самая трешаковая. И дальше были две палетки. Это Kylie's Diary и Kylie's Royal Peach. Ну, в общем, персиковая палетка. Мне пришла сначала вот эта палетка, потом вот эта. Хотя это, как не у святого Валентина. Давайте мы сначала о ней поговорим. Вы можете посмотреть, естественно, на все эти продукты, обзоры. Я на все эти, все они оставлю ссылку внизу. Ну, эта палетка по качеству. Матовые тени у них из палетки в палетку остаются одинаковыми. Супер. Матовые тени. Очень хорошие они мне напоминают Makeup Geek. Но Makeup Geek за рефил стоит 6 долларов. Там полтора грамма. То есть, ну, как бы, не дешево. У Makeup Geek, к сожалению, нету каких-то палеток. Да, вот, ну, кроме у них была с Manny MUA коллаборации. Палетка стоила 45 долларов. Там тоже было 9 цветов. В общем, жаль, что они больше не делают такие палетки. Потому что я бы их качество чуть-чуть подешевле, с удовольствием бы купила. Итак, в этой палетке они сделали очень красивую рекламную кампанию. Там все такое в розовом. И у Кайли такой парик с розовыми концами, по-моему. И все это очень здорово, очень красиво, очень в теме. Но, конечно, это немного тупо. То, что был предзаказ 3 февраля. И доставку, точнее, отправлять они начали только 10 февраля. Я не знаю, куда они начали отправлять по Америке. Но я купила эту палетку, соответственно, в момент самого первого заказа. И, в общем-то, я ее получила 14 марта. То есть, надеюсь, не отправляли. И месяц это шло. Хотя обычно из Америки все идет не больше 2-2,5 недель. В общем, по этой палетке я что в обзоре сказала, что сейчас я не сформировала пока свое какое-то окончательное мнение. Потому что, ну вот, вот не знаю. Вроде и классное. А вроде и куда так красятся. Вроде и вот, не знаю. Мне просто хочется, знаете, чтобы в палетке работали прям вот все цвета на меня. Хотя у меня ни в одной палетке кайли, даже в моей любимой бронзовой не работают все цвета. Там как минимум 2 цвета выпадают, которые я заменила бы на другие. Здесь, в этой палетке, мне очень нравится румяна. То есть, я их прям и смешиваю, и там по отдельности использую. Они не очень пигментированные. Но для меня это хорошо, потому что я могу прям переборщить с румянами. Прям вообще хлебом не корми, дай переборщить. Они немножко улетают. То есть, сейчас я поносила это все. Я не скажу, что оно прям ультра-ультра стойкое. То есть, после 8 часов дня от них очень мало что остается. Например, там, Becca Flower Child. Ну, с чем я сравниваю. Оно остается. Вот сколько будешь ходить, пока не ляжешь куда-нибудь, оно не сотрется. Но цвета мне очень нравятся. Особенно мне нравится вот такой оттенок. У меня нету, мне кажется, румян в таком оттенке. Очень-очень красивый такой кораллово-персиковый дает румянец. И хотя я знаю, что это не очень неестественный цвет, но мне он нравится. Особенно под какую-то помаду, например, персикового цвета. В общем-то, это хорошая очень палетка. Матовые тени классные. Вот этот вот розовый настолько какой-то правильный, настолько непошлый. То есть, вот у Jeffree Star есть в палетке вот такой вот оттенок. И он прям... А здесь прям он крутейший. Очень красивый, очень круто тушуется. Я оставлю ссылку, я в двух видео делала макияж с этой палеткой. Достаточно уникальный вот этот серый. Вот этот, ну то есть, они все необычные. Я не видела аналогов, но здесь вот дурацкие вот эти вот шиммеры. То есть, прям дурацкие. Их получается укротить, только прям набирая на кисть много-много фикс плюс. И вот так вот там вот елозить их набирать, тогда, ну, хоть что-то получается. Ладно, давайте дальше. То есть, моя любимая, вы поняли, бронзовая палетка. Остальное опционально. Зависит от ваших предпочтений. Потому что есть кто-то, кто красится вот так вот каждый день. У кого-то намного выше контраст нежности. И могут люди себе это позволить. И это же супер, это круто. Потому что я всегда только за самовыражение через макияж. Следующая палетка это Royal Peach. Как она называется? Royal Peach вроде называется. С ней были, конечно, проблемы в том плане, что тени очень воняли, когда они пришли. Рождественская палетка была первая, где появилось зеркало. Дальше вот здесь вот оно уже появилось. По цветам очень это модно сейчас. Очень красиво. То есть она вот на нее смотришь и думаешь, вау, как красиво. Но потом начинаешь разбираться с этим. И, ну вот, наверное, если внешность типа как у Кайли, то есть высокий контраст. То есть, ну, например, там темные глаза, темные ресницы, темные волосы, темные брови. Ну, и вот такого плана внешность. То есть для меня это ярковато. Я даже когда делала обзор этой палетки, я вставляла карие линзы. Потому что, ну, выглядит просто, ну, не особо украшает. То есть вот такой вот оттенок для голубых глаз. Голубые глаза просто становятся серые, просто теряются. Хотя остальные, в принципе, очень красивые. Но здесь с шиммерами проблема такая же, как в Кайли Дайри, то есть коллекции Катнюстого Валентина. То же самое. Та же проблема, что плохо набираются сухой кистью, набираются только влажной кистью. Причем прям аж мокрой кистью, и прям водичка вот так вот разводится. Может быть, это рекомендованный способ нанесения, я не знаю. Здесь кисть первый раз появляется. Кисть из козы, кисть натуральная. И вот эта палетка, она что-то тоже около 40, там, с чем-то долларов. 45, по-моему, стоит. То есть вот эти, где 9 теней стоят 45 долларов, это, по-моему, то ли 50. Ну, в общем, что-то близкое. То есть не намного дороже, хотя здесь 12 оттенков. Здесь написано, что они произведены в Америке, но не знаю, пахли. Эти тени ужасно. То есть они пахли. Сейчас они уже почти не пахнут. Прошло, ну, сколько месяц, да, прошел. И как-то выветрилось это все. Но, блин, сам факт. И когда им пишешь в поддержку, то они пишут мне, типа, все нормально. И, ну, в Америке просто можно вернуть, если вам что-то не понравилось. Но по поводу качества они не принимали претензии, что, типа, все нормально, все безопасно. Но когда я их только открыла, там, такой был запах. То есть я не знаю, если бы я визажистом пришла на съемку кому-то, например, не знаю, беременной девушке, открыла бы эти тени. Меня бы веником оттуда погнали, потому что это ненормально. Сейчас тени уже, кстати, не пахнут. Хотя мне кто-то писал в Инстаграм, что, типа, тени пахнуть не перестают. Но с такого расстояния не чувствую. Это точно не коробка, потому что здесь, кстати, тени магнитные. Можно достать то, что вам нравится и вставить в магнитную палетку. И это тоже прикольно. И я думаю, что это Кайли таким образом они закидывают удочку на то, чтобы выпускать отдельные просто рефилы каких-то оттенков. И, ну, дальше делать магнитные палетки. В общем, мне кажется, это прикольная палетка. Именно прикольная, именно на весну, на лето. Хотя, опять же, если вы носите вот эти оттенки, то почему нет? Но для вот темненьких, мне кажется. Хотя, не знаю. В общем, это красивая палетка. Уже перестала пахнуть. И, в принципе, все нормально. Если мы заканчиваем по теням, да, вот они, 4 палетки. Моя личная преференция. То есть, все, что я здесь говорю, это прямо вот мои личные предпочтения. Мое мнение. И посмотрите, пожалуйста, еще какие-нибудь другие обзоры, другие отзывы. Потому что, вы знаете, все люди разные. И кто-то может, не знаю, до потолка прыгать от счастья от других палеток. Я бы, наверное, вот в своем личном рейтинге выстарила бы эти палетки в таком вот порядке. На первом месте бронзовая палетка. На втором месте Кайлис Дайри. Потому что мне безумно нравится то, что можно здесь красивые розовые макияжи сделать. Дальше персиковая палетка. И палетка Бургундия. Потому что в Бургундии мне нравится, прям вот искренне нравится вот этот оттенок. Но если у вас, например, Елена Анастасия Верли, Хиллс Модерн Ренессанса или какой-то палетки в красно-коричневой цветовой гамме, то это будет идеальная палетка. Поэтому, как бы, вот немножко другие предпочтения. Но все они, в общем и целом, мне нравится качество теней Кайли. Часть из этих палеток я буду продавать на своем благотворительном опционе. Я оставлю информацию об этом внизу. Поэтому следите за обновлениями. Но я буду продолжать покупать тени Кайли. Мне они более чем нравятся. Так, дальше. Дальше у меня подводка, которой... Ну, я не знаю. Я, наверное, ее использовала в качестве кремовых теней. И вот именно в качестве кремовых теней, мне кажется, она была бы как раз крутая. У меня это оттенок бронз. Я почему-то думала, что я заказала коричневую подводку. Но нет. Это как-то кайлайнер сет, что ли, называлось. Там был карандаш бронзовый. Он очень красивый, но он бронзовый. И я не очень могу понять, куда его добавлять. Возможно, на подвижное веко. Вот это да. Но я использую тени H&M Sirocco. Хотя, мне кажется, это вот очень похоже. Но вот эта тень H&M, это Кайли. Кайли чуть более красноватая, но красивый оттенок. В качестве подводки, ну, на моих глазах, оно подчеркило какую-то красноту внутри. Поэтому, наверное, нет. Но вообще цвет очень красивый именно в качестве теней. Ну, а если в качестве кремов теней, то черным просто мы прорабатываем слизистую. И все замечательно, все прекрасно, все красиво. Бронзовый карандаш тоже самое. То есть, в качестве базы под тени. Наверное, да? Ну, вот как тени. Потому что подводка бронзовая. Как-то я вот не знаю, не фанат. Потом у меня есть еще кремовые тени в оттенке Golden Plum. Которые я просто один раз засвочила. Ну, что вот я за неприятный такой человек. Надо обязательно их попробовать. Потому что текстура приятная. Продукта много. 5 грамм. В H&M 4,5 грамм. Но они, конечно, не дешевые. Но ничем не пахнут. Мне кажется, достаточно симпатичный здесь цвет. Какой-то такой глубокий фиолетовый. Ну, по-моему, очень даже симпатичный. Хотя я уже не помню, как он выглядит. Дайте хоть посмотрю. Ну, как-то в какой-то коричневый он отдает. Надо, наверное, мне сделать макияж. И посмотреть, как все это будет. Просто сейчас не хочу добавлять это на глаза. И свой чистый образ портить. Друг плохо получится. А мне еще тут про помады вам рассказывают. Дальше у меня карандаш для губ. У меня их было два. Потому что я заказывала помады липкитами. Липкиты у меня были в оттенке Coca-Key и Posi-Key. Это тоже давние-давние старые обзоры на моем канале. С ужасными, очень страшными видео. Ну, не суть. В общем, Coca-Key до сих пор со мной. Вот он карандаш. И вот она матовая помада. Очень красивый цвет. Вот, должна сказать, что по продуктам для губ я не знаю, кто есть равный вообще по ассортименту и по эстетичности оттенков. Потому что вот у них, ну, такие восхитительные нюдовые помады. Такие оттенки. Ну, это просто нереально. Очень красиво. Если вы знаете какой-то другой бренд, у которого, ну, например, кремовая помада, такой же широкий выбор, вот похожих оттенков. Я очень жду новую коллекцию от Kylie, которая будет со мной с Ким Кардашьян. И все оттенки, которые носит Ким, они такие все очень нежно-розово-персиковые. Ну, в общем, я обожаю эту цветовую гамму для губ. То есть, нюдовые губы. Это прям вот мое, мне кажется. В общем, Кока Кей очень красивый цвет. Очень нравится. Что касается карандашей, у них идеальное нанесение. Они очень красиво ложатся на губы. Можно спокойно выходить за контур. Причем прям так от души. И это не будет особо видно. Но он, этот карандаш, как-то внутри, что ли, ломается. То есть, вот рано или поздно начинает происходить вот это. Видите? Он плохо там держится. Вот он, слава богу, еще не сломан, но он ездит туда-сюда. Короче, как-то это все странно. Ну, то есть, это такой момент, что вы можете открыть карандаш, и он у вас хадыш и упадет просто на пол. У меня такого пока не случалось, но это не очень удобно, потому что она иногда ломается внутри, сложно поточить. Поэтому вот по формуле карандаши у Кайли мне нравятся больше. Ну, Colourpop еще. Colourpop, вот, ну, ходили слуги, что они на одной фабрике производятся. И мне кажется, что карандаши там вообще формулы не меняли, поэтому я пользуюсь Colourpop-овскими, и все у меня прекрасно. Но вот этот цвет, господи, как же я вот его просто обожаю. Ну, что это за прелесть занюдовая? Ну, это же вообще, это же лучший цвет на свете. Я очень редко его использую, потому что меня бесит его точить, потому что точить его нормально не получается, он весь разваливается. Короче, это просто любовь, ненависть, и это, ну, просто трындец. Матовую помаду я почти не крашу, то есть я предпочитаю носить этот карандаш, а сверху носить бальзам. И вообще все прекрасно. Вот, Coco Key матовая помада. Сейчас я вам покажу рядом с карандашом сводч. Очень красивый оттенок, если вы носите такого плана цвета. То есть этот карандаш, вот матовая помада. По формуле поматовым помадам, мои самые любимые помады, это Dose of Colors. Дальше, наверное, это Huda Beauty. И вот дальше Kylie. Но Kylie больше завоевали мое сердце именно оттенками, нежели формулой, потому что я матовые помады ношу, нанося сверху бальзам. Сейчас я сижу с матовой помадой. В принципе, все нормально, но у меня сейчас накаченные губища с отеком. Только поэтому, мне кажется, мне комфортно. Но я все равно, я улыбаюсь, чуть-чуть складочки трескаются. В общем, я не знаю, я ни разу не видела живого человека вот в реальной жизни, чтобы матовая помада хорошо смотрелась. Приемлемо, да. Хорошо. Только вот Dose of Colors. Я кого-то красила, потому что Dose of Colors ложится, ну, настолько тончайшим слоем. Ну, прямо вот вообще она не чувствуется, ее не видно. Но она при этом и не суперстойкая. По стойкости, опять же, здесь вот такой момент, я говорила в своем обзоре матовых помад от Kylie, что я не ношу помады 8 часов, 4 даже часа, я не ношу 2 часа. Это максимум, сколько я могу вытерпеть с прям накрашенными губами, которые я чувствую. Дальше мне просто надо стереть, поэтому я предпочитаю помады, которые, во-первых, мягко съедаются, очень аккуратно уходят. Поэтому в моем личном рейтинге, где на первом месте стоит комфортность, и мне не нужна стойкость. То есть стойкость даже вот, ну, ниже среднего мною предпочтительно. И вот если мы берем вот эти факторы за основу, то первое место это Dose of Colors. Дальше это Huda Beauty. Но Huda Beauty только неудовые оттенки. Яркие оттенки ложатся немного пятнами. Это и у Кайли проблема. И вот на третьем месте Кайли Cosmetics, но тоже яркие оттенки, особенно вот, которые глубоко такие бордово-фиолетовые. Вот они все, ну, вообще фиолетовый оттенок, его в косметической промышленности сложнее всего получить технологически, поэтому они всегда такие. Давайте дальше. Есть у меня еще глоссы, два оттенка. Это Posey K и Coco K. Я их купила, чтобы красить сверху карандаша. Вот гениально, да, подарить карандаш кому-то по ZK и купить блеск, чтобы красить его поверх карандаша. В общем, я вам сейчас покажу блеск рядом с помадой и с карандашом. Кстати, вот блески, ну, они прям очень пигментированы. Ну, даже вот один мазок я делаю, и видите, сколько пигмента, сколько прям цвета. То есть, ими спокойно вообще губы перекрываются, без всяких вообще вопросов. Это получается у нас карандаш, это матовая помада, это блеск. Но когда мы наносим блеск сверху матовой помады, это прям перебор получается. И этот блеск совершенно спокойно можно наносить и индивидуально, и наносить его поверх карандаша. Это вот, наверное, мой любимый способ нанесения. У него очень классная формула. Мне очень нравятся блески вот от Kylie. Одни из моих самых любимых. Они не полосят, ничего такого с ними не происходит, потому что вот у Dose of Colors мне тоже нравятся блески. Но они такие типа lip paint, то есть, как краска для губ, которые, ну, блески, которые, в общем, очень-очень плотные. И они полосят, то есть, их сложно достаточно разложить. Но вот блески от Kylie прям я люблю. И еще у меня один блеск в оттенке Pauze K. Сейчас я сделаю и покажу вам сводч на руке матовой помады. Так, матовая помада и блеск. Этот блеск я люблю чуть меньше, потому что, ну, здесь, опять же, зависит от цвета губ и от общего контраста внешности, потому что на мне он ярко выглядит. То есть, вот эта матовая помада, честно, подсохнет, и это блеск для губ. Он такой прям немножко ядреный. Ну, бывают, знаете, девочки, у кого очень яркие, например, свои губы, и тогда такой оттенок будет вполне с меню, да, вам казаться. Мне он как-то, ну, не пошел. Ну, бывает вот такое. То есть, это, ну, не мой любимый оттенок. Хотя, вот вы знаете, здесь есть очень похожий оттенок High Maintenance. Вот, я не знаю, в баночке вообще видно разницу? Наверное, да. Вот, он более светлый, более такой нежный. Он мне прям очень нравится. То есть, вот, ну, женская логика в действии. Дальше у меня вот здесь вот эти миниатюры помад. Их тут сколько? Шесть штучек. Я оставлю тоже ссылку на этот обзор внизу. Супер, что Кайли делает вот такие вот выпуски с миниатюрами, потому что, ну, это просто гениально, потому что такую помаду вымазать целиком, ну, это прям, она должна быть, не знаю, одна, или надо ее прям очень любить. Из всех этих оттенков мне очень понравился оттенок Apricot, но он странный в плане нанесения. То есть, он чуть-чуть полосит. Ну, короче, его я могу носить только нанося сверху какой-то бальзам для губ. Очень мне нравится оттенок Malibu, и он у меня сейчас на губах, он такой коричневый. И опять вот оттенок формата, я немножко умерла, знаете, хэштег, помните, у нас такое. И мне он нравится. То есть, по комфортности нравится, тонкий. А не знаете, не по формуле, из-за пигмента все очень разные. То есть, некоторый вот Apricot очень красивый, но он весь трескается, какой-то непонятный, в общем. То есть, только разбавляется бальзамом. Malibu при этом совершенно спокойно с первого раза наносится ровно, и, ну, совсем, совсем малость прям трескается. Дальше из этой коллекции мой любимый оттенок High Maintenance. Обожаю. Очень красивый, нежный, розовый. Но он, наверное, мне нравится, потому что он на Coca-Cay похож. Ну, да, очень. Потом, ну, по Узи Ке я сказала, он красивый, но почему-то не пошел у меня. Дальше оттенок Head Over Heels. Очень красивый для девочек более контрастных, для темных волос. С этими помадами сложно работать, если вы, например, визажист, и вам надо работать другими кистями. Это сложно, потому что они какие-то очень тонкие, и кисточкой они наносятся, начинают полосить. То есть, это надо наносить, наверное, каким-то одноразовым спонжем. Вот у меня для матовых помад, кстати, я вот наношу их обычно спонжами, потом приходится доводить контур губ. В общем, это прям вот, ну, наказание какое-то. Бывают помады, которые нормально наносятся и застывают кистями, и это вообще не тот вариант. Поэтому это вот в основном, мне кажется, для использования только на себе. И последний оттенок, это Mary Jo Kay, это классический красный. И я когда делала обзор, я как-то отнеслась не очень к нему, типа, лучше я нубой накрашусь. Но, вы знаете, я проходила с ним какое-то время и поняла, что он очень комфортный. То есть, Mary Jo Kay, она, эта помада, реально по формуле одна из самых комфортных. Он очень тонкий, не трескается вообще и очень похожий на нубу-семерку по своей формуле. Цвет очень красивый, то есть, вот, ну, классический прям красный. Выбирать, конечно же, вам, но я свое мнение уже стоят тысяч миллиардов раз сказала. Есть еще несколько моментов относительно вообще компании Kali Cosmetics, которую я хотела бы затронуть. Я читала, был такой случай. Ну, я думаю, вы были в курсе, что эта компания вся овеяна какими-то слухами, какими-то моментами неприятными, с плагиатом. И у них было несколько судебных дел, связанных с плагиатом. И они выплачивали достаточно такое хорошее вознаграждение. И у них были скандалы, что хайлайтеры они выпустили, и приходили пустые просто баночки. Или это уже было с румянами. В общем, каких-то много мутных ситуаций. Но меня поразила одна ситуация, которой написала девочка, одна американка, кому-то, при том, что эта ситуация была, ну, как бы дальше не раскручена вообще никоим образом. Потому что, ну, у нее не было особо подписчиков. У этой девочки во многих странах, например, и в европейских, если у вас посылка выше 150 долларов, то там серьезные какие-то налоги. Там высокие какие-то достаточно таможенные пошлины. В России тоже, если вы заказываете больше, чем на 1000 евро в месяц, то вам надо заплатить сверху 30%. Во многих странах этот лимит намного ниже. Например, в Белоруссии, попросите меня, если я не права, там вообще от 20 долларов вы должны заплатить достаточно большой налог. Поэтому заказывать вообще очень невыгодно. И приходится как-то через Россию заказывать. В общем, вот так. Отправили, значит, посылку. И в инвойсе вместо 90 долларов стоимость посылки указали 900 долларов. И получается, что девочки выставили таможенную декларацию на 900 долларов. То есть она, получается, должна была оплатить там 20 или 30 процентов от этой стоимости. Она начала писать по Kylie Cosmetics, что типа, ребят, что произошло вообще. И они ответили, что мы не несем ответственности за, как это по-русски, за таможенные пошлины. Но это везде написано, на всех американских сайтах, что цена указана без таможенных пошлин. Но там была их ошибка. То есть вместо 90 долларов они указали 900. И в итоге у девочки вот такая вот ситуация произошла. Я не знаю, можно ли отказаться от посылки и отправить ее обратно. Потому что не факт, что деньги вернут. Ну, то есть это потеря времени. И человек хотел эту посылку. И там больше 100 долларов, насколько я помню, надо было заплатить за таможню. Но это просто трындец такие ситуации. Понятно, что как бы отправитель тут может, ну, просто единственное, что сказать, что, извините, пожалуйста, мы вам вышли новую посылку с правильной ценой. Вы откажитесь от этой и она нам придет назад. Мне кажется, это вот единственное, что здесь может сделать отправитель просто. Но в Кайли Косметикс они как бы сказали, типа, сори, нет. И они по всем вопросам вот так вот отвечают. Кайли продает свою косметику. И оно вот держится все на ней, на ее имени. У нее очень много, естественно, фанатов разного возраста. И для многих вот эта вот помада, сколько там, за 20 долларов, становится просто объектом желания. Только потому, что это Кайли. И, конечно, семья Кардашьян и Кардашьян Дженнер, они большие молодцы. Это надо отдать им должное. Это просто гениально сделать вообще из своего имени такой бренд, что ты можешь любую вот просто хреноту выпустить, и это будут покупать. У меня пока ни разу с ними не было никаких конфликтных ситуаций. У меня сколько уже? Посылок 6 или 7, наверное, от них пришло. У меня не было никогда никакого негативного опыта, но он может быть. Поэтому обязательно смотрите еще какие-то отзывы, слушайте еще какие-то мнения. Потому что, ну вот, надо иметь в виду, что маркетинг там очень сильный. Они также всем ведущим ютуберам в Америке сейчас отправляют свои продукты для дальнейшего промоушен. И, конечно, все говорят, что, ой, типа, это никак не влияет, никак не влияет. Но в пиар-листе бренда Kylie хотят оказаться просто все, потому что все понимают, что с Kylie и семья Kardashian ссориться лучше не надо, потому что это самая влиятельная семья в мультимедиа-сообществе, в мировом вообще. Конечно, при первом выпуске бронзовой палетки американский YouTube дал Kylie жару. То есть, они там демонстративно выкидывали блески для губ, там что-то еще такое делали. Ну, в общем, YouTube просто заявил о себе, что, типа, Kylie, детка, мы здесь, и с нами тоже надо считаться. Но сейчас там вот такой вот этот YouTube Kylie Kardashian телевизионный конгломерат. И все они хотят заставлять нас покупать. И они хотят заставлять нас покупать просто какие-то вообще одинаковые вещи абсолютно. То есть, ну вот, я даже не сравнивала, но вот это вот как. Так, поэтому тени, если они мне будут нравиться, я буду продолжать их покупать, куплю, попробую новую формулу. То есть, мне нравится эстетика семейства Kardashian очень. Прям вот, ну, реально, я очень люблю, как выглядит, мне очень нравится, как выглядит Kylie, как выглядит Kim. Я имею в виду вот эту часть тела. Но вот этот маркетинг, ну, я считаю, что много кому следует просто поучиться маркетингу там. И мне интересно, как они все это продвигают. Поэтому я вот с какой-то больше профессиональной точки зрения буду продолжать это все покупать. Для покупки, вот для личного пользования, я бы, наверное, рекомендовала бы, ну, если вам нравится, ну, по теням, тени, качества, норм, и с ними можно работать. По матовым помадам, если вы носите матовую помаду, выберите один какой-нибудь классный липкит. Либо купите что-то подобное у Colourpop или... Ну, у HudaGiti тоже дорого стоит. А вот помады матовые Colourpop, они прям, бэээ, прям не надо, не надо. По цветам, я бы вот, ну, если бы у меня... Если бы передо мной сейчас положили вот то, что все передо мной лежит, я бы, наверное, купила бы оттенок Malibu. Я бы купила лично для себя оттенок Coco Kei с карандашом. Но Coco Kei я, наверное, купила бы не в матовой помаде, а в блеске для губ. И вот этот вот цвет мне что-то очень нравится. Ну, собственно, вот и все. Поэтому, если у вас есть какие-то вопросы, то пишите их внизу. Я буду продолжать дальше делать обзоры на Kylie. Если у вас есть что-то от Kylie, то, пожалуйста, напишите тоже ваше мнение об этих продуктах в комментариях. И мы все сравним наше мнение. Но если вдруг вам понравилось это видео, то, пожалуйста, поставьте лайк, потому что именно таким образом вы помогаете этому каналу дальше развиваться. Ну, и мы с вами скоро увидимся. До встречи и всем пока!